В предыдущем выпуске уже начинал обу нам говорить, и в этом продолжу. Ну не может путинский режим жить без врагов, в смысле без гипотетических врагов выдуманных. Потому что ну надо же на кого-то свою некомпетентность и бесполезность списывать. Надо же как-то объяснять провалы, следующие один за другим. Потому что не дай бог, дурачок однажды проснется, вспомнит, что кушать хочет. Или там вопросы начнет задавать правильные, на которые не хотелось бы отвечать, а посему. Вот уже 20 лет мы с вами живем в кольце врагов. Дело в том, что граждане страны испытывают комплекс утраченной сверхдержавы. Утраченной сверхдержавы. Был Советский Союз, была великая страна, с нами все считались, нас все боялись, было противостояние, была холодная война, восток-запад. Потом мы эту войну проиграли, Советский Союз развалился, Россия стала слабой. И по этому поводу огромное количество людей испытывают гигантский ностальгический комплекс. Комплекс по сверхдержаве. Кстати, да, вот один из них активно раскачивал лодку стабильности в определенный момент времени. Мешал президенту и всей его талантливой команде довести Россиен до той точки, за которой начинается прекрасное светлое будущее. Правда, Демцова уже много лет с нами нет, а мы все никак до той точки не доберемся. Ах да, Навальный же после него тоже мешал кремлевскому эврисфею. И вот тут я уже не понимаю, слушайте, это что ж у нас за такой великий кормчий, который настолько велик, что ему могут помешать простые парни, коим на момент пика активности противостояния с вождем, в смысле даже сорока не исполнилось, у которых не было в руках власти, у которых не было больших денег, только идеи, сторонники и числа простых смертных. Пацаны зеленые по сути, а зашугали самого крутого политика всех времен и народов. Претендента на звание президента вселенной, вы серьезно? Ага, а вместе с ним всю его шоблу в несколько миллионов рыл, с вооруженными до зубов армиями, с бюджетами, с возможностями. Позвольте предположить, я, конечно, гоню от себя данную мысль, но может Владимир Владимирович не настолько велик, каким нам его рисуют. По всякому случае, так получается. Это реальная журналистика, спецвыпуск, сегодня о врагах первого после бога. Поехали! А впрочем, Навальный с Немцовым куда несло. Свежий враг режима, который я твой стабильность труба шатал, лично у меня ничего, кроме улыбки, не вызывает. В смысле кандидатуры этого назначенного врага, теперь оказывается, великая и могучая мешает развиваться девчонка 26 лет от роду, которая слушает нойза, носит молодежные рваные джинсы и записывает всякую фигню. Для тиктока в свободное время. Блин, еще раз спрошу, Что ж это за величие-то, ребята, такое построили за 20 с лишним лет? Владельцы супер-пупер оружия, аналогов которому нет в мире. Супер-мега-крутые дядьки. Если простая девочка вот этим вот своим обращением в соцсетях так напугала. Бесстрашных воинов. Всем здравствуйте. Меня зовут Саша Бортич. Я актриса. Я бы хотела высказаться по поводу всего, что происходит сейчас с Алексеем Навальным. Высказаться в его поддержку. Потому что можно по-разному относиться к Алексею. Многим он не нравится за радикальность своих взглядов, так скажем. Но это сейчас все не важно, потому что это касается уже... Я реально вторую неделю угораю, наблюдая, как непобедимые солдаты Урфина Джуса закидывают камнями актрису Бортич. Тяжелую артиллерию ведь подключили к процессу. О позициях молодых актеров и музыкантов в отношении уличных беспорядков, организованных с целью сломить власть и само государство ради высоких и чистых идеалов свободы и справедливости. Аргументы, как всегда, уморительные, да у нее нет актерского образования. Да она работала официанткой, и что? У Стива Джобса вообще никакого образования не имелось и тоже в свое время зарабатывал на поприще «Подай, принеси!» Но это не помешало человеку затем сделать революцию в мире высоких технологий. Ну да мы отвлеклись. То, что ребята сделали дальше, на мой взгляд, вообще за гранью. Вот хочется закрыть лицо руками и сказать «Мама, роди меня обратно!» Это бывшие царские постельничьи, то есть это люди, которые царям российским кроватки застилали. Вот примерно тем же самым Никита Сергеевич Михалков занимается и теперь. Ну, надо сказать, что разные гнусности у него бывали выступления, но, пожалуй, вот самое-самое такое подлое, какое-то просто, ну совершенно окончательно позорное, донное выступление он себе позволил совсем недавно. Именно, я про данного господина, тоже с имперскими амбициями, как и у хозяина всех этих породистых животных, который очень правильно заметил мой коллега Троицкий и совершил настолько подлый и низкий поступок. Такого можно было ожидать от прыщавого подростка, например. От алкаша, не просыхающего неделями и пьющего исключительно по причине осознания собственной ничтожности. От сумасшедшего, наконец! Ну, от гения-то как? Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, в том числе и детей? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает? Кто тебя ограбил? Ты хочешь быть в тренде, рукопожатный? К слову, обратите внимание, человек ведь даже рассуждает. Ты хочешь быть рукопожатный? Хотя неудивительно, по себе судит. Для вот этого человека, вероятно, высшей степенью признания является то, что он допущен к хозяйскому сапогу в любое время. И ему подсознательно кажется, будто другие мечтают о том же самом. Может, боится, что займут его место. Ладно. Теперь давайте об уровне дохода в Бортич, что лично меня выбесило больше всего в данной истории. А режиссер не хочет размер своих гонораров озвучить, а заодно поведать всем нам, на чем и лично он зарабатывает еще. Дайте я за него это сделаю. И так, для начала, мне бы очень хотелось, чтобы все понимали, гонорары за съемки артистам и Бортич в том числе платит не государство, о чем уже на перегонки врут пропагандисты. Шоу-бизнес – это точно такая же отрасль, как нефтедобыча, например. Там крутятся огромные деньги, отсюда и гонорары соответствующие. Поэтому меня размер оплаты съемочного дня девушки не удивил вообще. Не будем забывать, к слову, что она топовая актриса. Теперь о том, какие деньги в данной отрасли крутятся. Ну, для полного понимания, не самый лучший фильм отечественного кинематографа «Последний богатырь. Корень зла». Всего за два месяца кинопроката с нового года и по сегодняшний день картина собрала более двух миллиардов рублей только в России. На минуточку. Вот это поворот! И это только в кинопрокате. Что будет дальше с этой картиной, знаете? А теперь на ней будут зарабатывать посредством телепоказов. В эфире телевизионных каналов данное кино будут крутить. Ой, в стране тысячи, а в мире еще больше. Из каждого показа кому-то тоже будет капать денежка. Дальше продажа ленты онлайн кинотеатром. В соцсетях с нее будут, естественно, что-то получать. Внимание, вопрос угадайте. В чей карман пойдут бабки? А я вам отвечу. У нас по закону, авторским правом на любую аудио-визуальную продукцию обладают только три участника процесса. Сценарист, режиссер, композитор. В ряде случаев еще киностудия, которая выкупила права задарма на стадии идей. Да, вы правильно поняли, к чему я веду. Кто с этого фильма будет получать до конца жизни? Именно всякие Михалковы, их студия, а-ля Трите. А Бортич, все. Один раз гонорар поимела, и больше ей оттуда ничего не обломится. Никогда. Чему, интересно, Никита Сергеевич об этом своим зрителям не рассказал, не знаете? И буди лихо, пока тихо. И, кстати, еще один вопросик у меня имеется. А помните, 2015 год. Михалков с братом тогда попросили у Путина 1 миллиард рублей господдержку для открытия сети первого российского фастфуда. Разговоров было, ух, мы за пояс заткнем всех и каждого. За окном 21-й. Шесть лет прошло. Кто-нибудь из вас те фастфуды видел? Напишите мне, что ли, в комментариях, как там можно столик забронировать. Насколько ты близко общаешься со своим тестем? Ну, мы видимся, когда приезжаем в Викторинбург, мы едем к ним в гости. Ну и вот этот лживый миф, как мне кажется, тоже пора развенчать. А то вот они уж попугайничать начали за брехливыми обезьянками из Пригожинской помойки Фан. Да, она добилась чего-то в своей жизни только потому, что вышла замуж за сына олигарха и члена Единой России. Серьезно. Ну, давайте поговорим об этом. А начнем с того, что женой Савельева-младшего, такова фамилия типа олигарха, госпожа Бортич стала полтора года назад. К тому моменту она уже являлась топовой российской киноактрисой с почти тремя десятками ролей за плечами. То есть девушка сначала стала успешной, богатой и знаменитой. И только потом познакомилась с будущим мужем, и это первое и второе. А кто вам вообще сказал, что господин Савельев олигарх? На местечковом уровне в отдельно взятом Екатеринбурге может быть, да и то с натяжкой, а в масштабах страны... Ребят, не смешите мои тапочки. Обычный бизнесмен, средней руки, каких много, учите мать чая. Олигарх это не просто богатый дядька, да и понятие богатый в данном случае весьма и весьма расплывчато. То, что у меня, например, в кармане на 100 долларов больше, чем у тебя, не делает меня олигархом, поверь. Олигарх это в первую очередь человек, способный влиять на происходящие процессы политические в первую очередь. На какие процессы может повлиять предприниматель Савельев, ну, скажем, за пределами Свердловской области. Но на Свердловской области не особенно на что-то влияет. Пример. Не так давно мои екатеринбургские коллеги, подозреваю почему-то заказу, мочили этого Савельева. Возле администрации города два десятка человек с транспарантами. Требует сохранить двоец культуры Химаш, в котором в кружках, секциях и танцевальных студиях занимаются 700 детей. На прошлой неделе собственник здания, компания АВС Групп, отказалась продлевать с коллективами договор аренды. Здание планируют снести. Так он даже ответку не врубил, зато олигарх по пропагандистам. Честно, просто противно от всего этого. Взрослые, здоровые мужики могли бы пользу обществу приносить, а они что делают? С девчонкой воюют. Самим не стремно. Или завидуете, что девочка селфмейта уже круче вас в 26 лет? Ну и к жертвам телевизора тоже хочу обратиться. Ребят, вы посмотрите, на что тратятся ваши наши деньги. Миллионы уходят прямо сейчас на информационную войнушку с Бортич, с Навальным, еще с кем-то, чтобы помоями обливать людей за их гражданскую позицию. Эти деньги можно было дать пенсионерам. Голодным, нуждающимся, больным. Да просто на что-то по-настоящему нужное потратить. Есть куда. Тогда бы и к чиновникам уважение может возникло нет. Та же Бортич или там я не говорили бы в данный момент об этих упырях, как об упырях. Напротив, сказали бы пару слов благодарности даже мне, например, не влом. Я много раз говорил и повторюсь, готов к теплым словам даже в адрес единороссов. Но только если действительно появится повод эти теплые слова произнести. Все. Спасибо, что вы слушали. Переваривайте и хороших вам выходных. Это была Реальная журналистика. Пока-пока. Реальная журналистика.